Добрый день. Сколько я имею времени? 15 минут. А вот мои коллеги на прошлых докладах говорили, что время не существует. Пожалуйста, у меня 20 минут. Так что время существует, оно очень конкретное. И я сегодня хочу говорить о очень конкретных вещах, измеряемом конкретным существенным временем. И время у человека, просто мировоззрение общества меняет взгляд на время, и очень радикально. На прошлом докладе профессор Казанский, он очень наглядно продемонстрировал конкретность времени у древнего человека, когда припомнил Гесиода, что если ты не замечишь такое-то положение звезд на небе, так потом будешь щупать распухшие ноги. Так что время очень конкретно, но болезненно. И для древнего человека это было совершенно наглядно, а для нас это уже не наглядно, потому что мы изменили понятие времени на деньги. Мы сказали, что время – это деньги. Вот наше время. Если мы имеем деньги, я могу хлеба все время иметь, я пойду куплю. Если нет денег, я жду созвездия на небе и бросаю злак в землю. И потом это начинается процесс, который имеет свою логику, пока получится хлеб. Значит, мы имеем тогда интервал времени. И важно сказать то, что для древнего человека время было очень конкретное и очень конкретно измеряемое. Как сейчас мы говорим 20 минут, 30 минут. Значит, мы имеем не просто какие-то освещения, какие-то появления каких-то животных или изменения в природе, но мы должны иметь часы, измерять время, ибо мы не выживем, ибо денег нет. Значит, по-литовски и в балтийских языках время – это лейкс. Лейкс корень – значит выживание, уцеление, выдержка. Значит, человек – это, когда говорит о деньгах, время, деньги – средство на выживание. Сейчас есть универсальная система денег. В древности время и было деньги. Не деньги было время, а время было деньги. Если ты считаешь время и знаешь, когда хорошее, плохое время, время имеет качество, для современного человека качество оно не имеет, ибо нивелирует качество времени и деньги, древний человек каждому минуте прикреплял качество. И качество это характеризовалось очень точно. Скажем, вы хотите играть в свадьбу? Вы спрашиваете у знающего человека, который рассчитывает время, сейчас время для свадьбы или нет? Он скажет, нет, сейчас очень плохое время для свадьбы, ибо умрут ваши дети. Если вы сейчас в свадьбу. Почему? Он скажет, сейчас нужно сеять хлеб, и голод настанет, и будете щупать свои распухшие ноги, и дети ваши распухнут, если вы сейчас в свадьбу будете играть. Значит, время поделено на части. Вот это первый слайд, который тоже показывает, как у древнего, самые древние системы счета времени давали понятие сезонов. Конечно, это сольстиции, это точки сольстиции, это положение солнца над горизонтом и по отношению к горизонту. Скажем, слова Данилайтиса, на небо солнце все выше вздымается, свет пробуждая, и так далее, и так далее, что потом последствия какие на земле. Основные часы это солнце, которое все выше вздымается. Значит, мы можем наблюдать за высотой солнца над горизонтом, или можем это перенести как проекция направлений на восход и заход солнца, ибо восходы и заходы солнца для человека, который проживает в средней полосе, они разделяют между ними угол 90 градусов. Вы понимаете, это значит, направление на восток, вот R это на литовском, это 90 градусов угол, это не направление, это интервал. И запад тоже, запад и восток динамические направления, и только север и юг стационарные направления, птичий путь, птичья дорога, стрела компаса и так далее. Туда можно смотреть только поставив гномон, тогда мы будем измерять тень от гномона, и вот измерять то, что говорит Данилайтис, и он ничего не говорит конкретно, а разделение времени, он просто дает спектр, как все меняется, но когда мы поставим гномон, тогда слова Данилайтиса, на небо солнце все выше вздымается, и свет пробуждая, будет очень конкретно, дискретно разделены на сезоны. И когда мы говорим о сезонах, тогда мы впадаем в плен слов, ибо мы думаем о весне, лете, ось, от наших сезонах. Для древнего человека сезоны были разные, для астронома сезоны вот такие, которые я показываю, человек, который наблюдает за движением Солнца, сезоны одни, человек, который наблюдает за фенологией, изменением, сезоны другие, и, скажем, вот эти положения сезонные и астрономические, от фенологических различаются на месяц. Если весна наступает 23 марта, так для землероба весна наступает, скажем, ритуально 24 апреля, потому что месяц, фенология опаздывает месяц. Радиация Солнца над Землей уже выше, больше, день длиннее, ночи, но этого недостаточно, чтобы процесс на земле пошел бы на Ярилу, скажем, на всходы. Так что сезоны разные, а для воина, скажем, который выступает в бой, и у него другой совершенно цикл выживания, сезоны будут еще другие. Так что я хочу сказать, что это зависит от образа жизни, от хозяйственного уклада и так далее, и так далее. Но если от этого сейчас отойти и говорить о астрономических сезонах, тогда мы будем это очень конкретно измерять. Вот можно было бы больше остановиться на этом слайде, говорить о Стоунгенже, о древних системах счета времени в виде конструкции столбов и так далее. Это очень популярно, это называют археострономией, астроархеологией и так далее. Люди некоторые этим интересуются. В России тоже есть немало таких исследований и исследователей. Но я не хочу остановиться, ибо у меня только 20 минут. Так что лучше пойдем дальше и к другой системе времени счета. Когда мы говорим о положении Солнца, мы можем измерять, как на предыдущем слайде, направление положения Солнца с гномоном при изменении длины тени, или же азимуты на восходы и заходы Солнца, которые резко меняются и дают эти четыре сезона, о которых не нужно философировать. Очень-то два или четыре. Трех сезонов там нигде нету никаких. Это может быть ошибка какая-то филологическая и так далее. Когда слова исследуем, но на небо не смотрим. И когда мы хотим измерять положение Солнца, мы можем употребить очень древнее, еще одно старое средство для измерения. Это положение созвездий по отношению к Солнцу, или же, наоборот, это то же самое, положение Солнца по отношению к созвездиям. Ибо когда Солнце мы видим, созвездие не видим, но когда видим созвездие, Солнца нет. Так что нужно наблюдать положение созвездий, когда Солнце или только что зашло за горизонт, или еще оно не показалось. И вот эти направления, они очень явно и конкретно очерчены в архиастрономии, в этноастрономии, это самые важные, и Гесеот, это нам показывает в своей поэме, самые важные положения звезд или положения Солнца по отношению к звездам. Сначала две. Геолекический, геолекальный восход, так называемый, который можно так популярно сказать, что это восход в лучах утренней зари, когда Солнце еще не взошло, и наблюдается, какое созвездие на восточном горизонте там видно еще, а потом оно сгорит в лучах Солнца. И второе вечером, когда Солнце заходит, когда зашло, нужно очень внимательно смотреть на Запад, какое же первое созвездие после сумерек, когда показываются звезды, будет над горизонтом, и которое зайдет сразу же за Солнцем. Вот когда знаем вот эти два созвездия, мы знаем конкретно, в каком положении Солнца на небе есть в зодиате. Ибо в зодиате Солнца наблюдать нельзя, где оно есть. Вот эти два наблюдения, это фундаментальные две системы счета времени. Думаю, вот эти очень древние, 4 тысячи лет до нашей эры, и так далее, может, 10 тысяч лет до нашей эры, это уже использовалось. Это потом появляется в источниках месопотамских, в источниках греческих, и других источниках, и фольклорных источниках тоже. Вот эти все. Что интересно, человек рано, когда он встает, вечером, когда он ложится, наблюдая, это очень хорошее время, человек встает, пойдет трудиться, и смотрит, какое расписание на небе, что делать, там серб, или там, скажем, саха, что на небе, то и делаем на земле. И человек, поступая так, ему диктат неба идет, он не делает, что он хочет, что показывает небо, там слайд на небе. Значит, можно это расширивать, вот эту систему астронимии, номинаций на небе, пейзаж жизни человека проецируется на небо, и на небе имеем текст в виде картинок. Значит, астроному не нужны, современному, который считает в кармане деньги, ему не надо, альфа, бета, гамма, делта, м1, м14, м17, а там серб, лев, дракон, и так далее. Кому это нужно? Это нужно древнему человеку, которому нужны были наглядные пособия для существования. Что я должен делать? Да серб на небе, иди и делай, если не хочешь щупать свои распухшие ноги. А, да, ладно, беру серб, пошел. А давай попробуем не обращать внимание на знаки небесные. Мы же свободные люди, у нас Евросоюз. Хотим так, хотим иначе. Ладно, пускай там серб, я этого не делаю. Ну, для современного человека это ничем не грозит, у него есть деньги. Древний человек сразу же почувствует, если я не поступаю по знакам небесным, у меня нету состояния, нету здоровья и так далее. Это, как говорил Дургейм, это социологическая, вот, культурная идея Бога над нами. Или, как говорил Кант, это звездное небо надо мной, мне доказывает, что существует Бог. Так, и человек понимает, что не я это выдумал, и я должен, я не свободен полностью, я свободен поступать, как хочу, но моя судьба зависит от положения звезд. Конечно, эти звезды, это творчество рук человека, но поскольку привносилось в название звезд, легенды звезд, мифологию звезд, через всю историю, через тысячелетия это шлифовалось, и привносилось, разные идеи на небо записывались, конкретный человек, это воспринимает, как над ним существующую великую силу, о которой он ничего не понимает, как мы благовеем перед библиотекой, в которой очень много книг, и мы понимаем, что Бог там в этой библиотеке живет, и если бы я это все воспринял, я бы был бы сам Богом. Так что это первый интернет, это первая книга, это можно очень много говорить, но нужно еще сказать, еще несколько положений, тоже тех же звезд, которые для древнего человека, давали более уверенный, точный расчет, возможность считать время, как считать время, ибо спрашивается, ну что если там тучи, и там тучи, и мы не видим этих звезд. Еще наблюдалось то, что над головой. Вот древние наши, когда мы записываем фольклоры, разные верования и так далее, там птички низко летают, будет дождь, говорят, да это чушь. Почему? Потому что этого недостаточно. Нужно еще посмотреть два фактора. Птички там, а что там, там. Вот когда имеем три, тогда мы знаем. Так что второй фактор. Какие звезды восходят там вертикально в этом положении? Скажем, плеяды показались в вечерних зарях, да, они гаснут вместе с солнцем. Это конец апреля на нашей широте. Ну что, начинается весна, кукушка закуковала, березовый сок пошел. А что над головой над нами кульминирует, тогда еще смотрим. Это тоже положение солнца, когда они заходят, что над головой, и что восходит на востоке? Три точки. Вы же знаете, христы на костеле, одна башня, другая, три точки, три положения солнца. Вот отсюда, наверное, эти три сезоны, когда мы наблюдаем троичность, это значит восход, кульминация, заход. И, как бы, имеем в виду, есть четвертая точка под горизонтом, которая, ну, там, нижняя кульминация. Ее не можно наблюдать, но мы знаем теоретически, она существует. Эти три точки нам говорят о конкретном очень времени и символах этого времени. Может, даже каждая светила, вот эта группа звезд, дополнять информации своей, придавать, привносить еще другой код и смысл этому конкретному времени. И третье, это, это уже, как это, для гурманов, ибо это уже наблюдать, очень, это труднее. Еще говорят, что наблюдалось тоже утром и вечером, все, обратите внимание, все утром и вечером, ночью человек спит, за звездами не наблюдает. Нормальный. Значит, он смотрит, что восходит, когда солнце зашло. Это как луна полная, понимаете, солнце зашло, а там восходит полная луна. Так что, солнце зашло, и что восходит там? Мы не ждем еще сумерек, там не смотрим, что около солнца, но мы смотрим, что в обратной стороне. И когда мы знаем, что на обратной стороне, мы знаем, где Солнце, либо мы знаем уже круг, уже усвоили, что это круг. Если мы не видим, в каком созвездии там Солнце, мы смотрим обратно. Ну, стрелка показывает 12, мы не знаем, не видим, размыто, значит, там будет 6 внизу. Вот это еще один способ. Но в данном случае очень трудно установить, когда смотреть. Сумерки вечерние, цивильные и так далее, а там все поднимается. Так что вот этот метод, археастрономы говорят, это реже всего использовался. Это уже не очень точный. А те предведущие два, геликальный восход и геликальный заход, и кульминация утром и вечером, это самые точные определения времени. Ну, теперь, если мы хотим говорить о Балтославянском, очень коротко, я бы тут долго говорил, но если очень коротко, так мы ничего не можем сказать о вот этих картиночках, пока мы не собрали астрофольклорный материал. Это очень трудно, ибо бабушка не о астрономии говорит, она говорит, что мне тут болит, у меня пенсия мало и так далее. И перейти на звезды, каждый раз нужно быть хорошим психологом. Вот имеется у меня в руках вещь, ну, если бы у меня было бы времени, я бы рассказал бы, какие дают нам знания на звездном небе фольклорный материал. Там плеяды, какие созвездия, серп, что там существует. И мы бы нашли бы подтверждение того, что я говорил. Когда тот серп показывается в конкретном положении, они жнали. Когда сито заходит там, они сеяли. Это все существует, это у нас существует все то, в фольклоре, в славянском и балтийском вместе взятыми, о чем писал Гесиот. Вот когда я читал там где-то на западе, они говорят, да это же Гесиот, что у вас Гесиот сейчас еще? Ну, я говорю, не сейчас, но в конце 20 века, в середине, значит, в начале 20-го и конце еще были люди, которые знали, как созвездиям определять время работ и время суток. И объясняли эти названия тем, что это конкретно очень дела на Земле. А вот у меня в руках сейчас очень конкретная вещь, которая уже позволяет говорить о системе знаков на пути Солнца по звездному небу, по небосклону. И вот эти слова Данилайте, что Солнце пошло туда, поднимается, опускается, уже вписать в циферблат конкретных знаков. Это очень удивительная вещь, которая хранится в музее прикладного народного искусства в Раубичах, недалеко от Минска, на которой обратили внимание исследователи в конце 20 века. Но хотя эта вещь была найдена в середине 20 века в подвале одной из церквей Гродно, города Гродно, древнего города Великого княжества Литовского, который сейчас на территории Белоруссии. И удивительная так история, вы видите там внутри еще роспись, арабески такие цветными красками написанные. Но вот уже на боках этого ковша мы видим способом выжигания сделанные рисунки. Как они были обнаружены? Ковш обнаружился в подвале старых вещей, в таком куче старых вещей, и был извлечен. И думается, что в нем держали святую воду для обрядов. Роспись была полихромная на внешней поверхности ковша, но при отзирании краски увидели, что там есть более древние рисунки. Содрали краску в реставрационных лабораториях грабаря тут в Москве, отослали его в Москву, и открыли вот эту систему рисунков, о которой я хочу остановиться и показать за эти последние минуты, что там расписано. Так что можно так сказать, под картинками святых, полихромическими, найдены монохроматические языческие образы, календарные знаки, ибо их 12. Какие они? Можно посмотреть ближе. Ковш, вот величина примерно, видите, там фотоаппарат стоит полметра в диаметр. Датировки затруднены, хотя исследовательница Паншина, которая исследовала роспись, она ее датировала традицией Великого княжества литовского позднего 17 века. А рисунки сами уже 16 век полихромии, она думает. Но это просто по технике, по изображениям, но не по каким-то, не знаю, там, химическим анализам. Вот я тут даю, как это, изложение рисунков от ручки ковша по стрелке, часовой стрелки слева направо. Значит, первый знак был бы, это стрелка там такая, на левом верхнем углу, потом такая, значит, волосатая шкура, потом всадник и так далее, вот кругом идем. Сначала эти рисунки интерпретировались просто как календарные месяцы, значит, как 12 сезонов года, месяцев. Белорусские исследователи тут видели разные сельскохозяйства и так далее, какие-то годовые, значит, изменения в этих сюжетах, что-то происходит там. Например, вот вторая картинка, где эта волосатая шкура, которую я так интерпретирую, они видели, что это, когда пашню делают, как борозда, да, борозда, и там что-то посеяно. Ну, Солнце, положение Солнца в некоторых, в большинстве рисунков сразу же направляет на мысль, что это может быть путь Солнца меж знаками. Ну, поскольку я, у меня астрофольклорные исследования материала все время направляют на мысль, что нужно искать везде знаков небесных, попробовал интерпретировать это как зодиак, и получилось. И получилось то, что эти знаки поочередно, когда их выкладываешь, они попадают на знаки зодиака. Вот смотрите, на левом, где рисунок есть, на левой стороне столбик, там, где наглядно все нарисовано, это средневековая резьба на 16-м веке, на деревянной доске 16-го века, а вот это знаки на 16-м веке этого ковша. И видите, что? Что мы видим? Мы видим, что первый знак, который рыбы, ну, трудно объясним, второй знак, где мы видим овна, можно сопоставить с рунами или шкурой, как древние греки говорили, что это руна, шкура, золотая руна. Другой знак, где мы видим тельца, мы видим всадника на лошади. Четвертый знак, где мы видим близнецы, мы видим близнецов конкретно таких же, можно сказать, только они воюют, как воюют на древних рисунках греческих, ну, и тут они воюют, они борются между собой, как Кайн и Равель, например, да, это близнецы такие. Потом видим рака, вместо рака видим птицу, похожую на павлина, потом видим льва, вместо льва видим птицу, похожую на павлина, которая реверсная. Потом мы видим деву, вместо девы видим, предположительно, журавля, не аиста. Потом весы видим, и видим тоже абстракцию, где тарелки весов просто передаются через два положения солнца, которые тоже так взвешиваются. И потом мы видим скорпиона, скорпион у нас не существовал вообще, ни в фольклоре, нигде, значит, он изменен. Он изменен, он на оленей, группу оленей или оленя с олененком. Потом видим стрельца, ну, видим тот же подобный мотив, это стрелок или воин с копьем. Потом видим козерога один к одному, и потом видим водолея, и тоже изменено на коня. Вот такая группа звезд. Что она нам говорит? Если очень быстро и коротко, так мы имеем тут систему опознаваемых знаков, которые идентичны, это нам позволяет рассчитать, зодиак ли это или нет. Если ты точки знаешь, и они совпадают, смотришь помеж ними. Столько же мотивов, столько попадают. Так это все получается и в свое место встает. Те знаки, которые не опознаем, которые изменены, они нам выдвигают очень фундаментальный вопрос. Почему? Почему на вашей клавиатуре литовцы Ж, Ш, еще разные птички там? Вам недостаточно W, Q и так далее? Нет, нам недостаточно. Спасибо за клавиатуру, мы дополним ее своей. Наши нужды другие. Я тем хочу сказать, что зодиак, возникший в Месопотамии, распространялся из центров цивилизации на все стороны света, как-то думается, некоторые исследователи думают, что перекочевал даже за воды, там и в Центральной Америке зодиак, они тоже даже генетически возводят к Месопотанскому. Восточный зодиак, да, трансформирован на восточный образ мысли, на восточные фигуры и так далее. Мы, европейцы, сейчас используем средневморский зодиак, который нам через эту средневморскую цивилизацию нас достал. И вот когда он нас доставал, была ли у нас традиция, такая традиция, которая вынуждала бы нас что-то изменить на этой клавиатуре. Этот случай показывает, что каким бы образом не пришел этот зодиак или эта система знаков в это место переживания балтославян, тут жили люди, которые должны это были изменить, ибо это им была живая система знаков, это не была декорация ковша для красоты. Значит, если это живая система, эта система должна работать. Значит, никакого скорпиона не может быть, нужно его изменить. И он изменен. Теперь уже закончу, знаешь, закончу так. Когда я это смотрел, и вот какие же знаки изменены? Так почему некоторые изменены, некоторые нет? И вот оказалось, что изменены знаки-то вот такие можно свести. Всадник, вот сверху смотрим, там подобные массивы рыбы, это не знаем, овен и руна то же самое. Телец изменен на всадника, близнецы не изменены. Дальше рак, лев, девы, изменено на птицы. Три птицы, три птичьи сезоны. Потом мы имеем бесы, не изменено, можно говорить, по идее. Скорпион изменен радикально. Стрелец не изменен. Овен, этот козерог не изменен. Водолей изменен радикально. Что мы имеем, когда все это складываем? Имеем, что четыре знаки фундаментальные, можно сказать, редуцируя эту идею, изменены. Телец, точка летнего солнцестояния в раке-льве, можно говорить, одной птице. Редуцируем эти три птицы в одну. Так делали, между прочим, древние китайцы. Вместо знаков льва, рака и девы, они говорили, это большая, великая птица на небе. В данном случае одна птица изменена. Птица нам нужна. И нам нужен не водолей, а лошадь, конь. И что получается? Ну, я бегло сейчас только скажу. Время конкретное же существует, да, время? Так что, когда мы исследуем вот эти знаки на небе, а потом фольклорный материал, не Йоля Лауренькеня передо мной читала доклад косвенно, да, когда она исследовала календарный, календарный фольклор, сюжеты календарного фольклора, я посмотрел, какие зооморфные сюжеты, животные у нее выделяются как первые. У нее птица, павлин, например, лошадь, конь и олень, прибегающий о девяти рогах, смотрящий в воду, считающий роги. Вот выделяются три. Потом, когда мы берем тексты исследователей, которые исследуют, как это, пленение Венеры, например, или Солнца, все говорят, что календарный цикл, вот для меня импонирует очень Куйпер, который вообще говорит, что все тексты ведические, они говорят о мифе пленения Солнца. И все ритуалы говорят, годовой цикл разделяют, когда Солнце в плену, Солнце освобождается и так далее. Другие говорят о Венере. И вот в этих текстах мы тоже встречаем, в сказках волшебных, скажем, лошадь, птицу, которую нужно споймать, лошадь и птицу, или вызволить из подземелья, оленя встречаем, и еще всадник. Всадник – это тот самый важный герой, который это все совершает, ходит за этой птицей, за этой лошадью, и встречается тоже с оленем, у которого светятся рога, и так далее. Получается, что вот эти четыре группы сюжетов, идей, знаков, уже не только небесных, но и фольклорных, в песнях, в легендах, в нашем уме, архетипических, они, когда смотрим, какие они соответствуют звезды, они совпадают с древнеперсидским кардинальным крестом. Вот так эти созвездия на небе делают крест. Сейчас я перескочу, тогда вот этот крест, они стоят крестом, а это же самый древний календарь сезонный. Какие группы? Антарис – самая яркая звезда в олене или скорпионе, на противоположной стороне всадник – это Алдебаран, свечущий в голове быка у всадника, на другой стороне лев регул, звезда королевская, и потом Бодолей, который немножко дает проблемы, у него южная рыбка внизу, и там тоже фалмангаут, очень яркая свиста. И в каждом сезоне эта звезда доминирует. Так что мы имеем здесь речь, мы встречаемся с древним пониманием сезонов и визуализацией сезонов в культуре фольклорной, и вместе с тем проекцией визуализации сезонов на небо. Чтобы Данилайтис говорил не просто так, а можно было это показать, доказать, измерить. И показать человеку, что делать. Если бы мы сейчас имели время расследовать каждый знак в отдельности, семантику и так далее, мы бы это могли бы доказать. Я только бегло сейчас проскочу, покажу вот эти четыре знака еще наяву, как они выглядят. Ну ладно. Вот первый, это герой этот, который освобождает вот эти все птичку, лошадь, и он здесь. И можно посмотреть на небе. Вот на небе он был бы здесь, вот Таурус. Здесь сито было бы, если бы мы искали бы каких-то сопоставлений, сито было бы примерно этого героя, где-то голова. А этот братец было бы сито, который там сидит, а этот сам бык превратился бы в лошади. В литовском фольклоре это созвездие называется дряхлая лошадь. У нас в GMT называется. Вот нажму и покажу, куда он проецировался. Сюда бы он пошел. Вот так можно сказать, да? Теперь, ну еще три остались, да? Я покажу их. Теперь, если возьмем вот этого, ну скажем, льва, центральную птичку, вот она здесь, и идем на небо. Идем на небо. На небе, на небе. Вот на небе лев, да? Ну лев. Между прочим, вы даже видите астеризм серп. Видите серп на небе, да? Вот это серп. Народные просто не видели серп, говорят, вот это серп. Вот это серп у Гесиода, серп у литовцев, у славян тоже он был. Вот это серп. Это просто передняя нога льва и часть головы. Это серп. Ну, если сюда проецировать птичку, если хотите, можно ее тоже бросить сюда. Вот она была бы так. Вместо льва можем птицу. Там в фольклоре еще говорится, как эта птичка разбасывает перья, и мы можем это связывать с леонидами. Между прочим, метеоры леонидов вылетают из хвоста льва или хвоста птицы, и иногда сравниваются натурально, визуально с перьями, очень яркими цветными перьями. В фольклоре это тоже есть. Собираются они и так далее в определенную пару времени. Ну и другая птица, это мессерака, тоже на можно поставить. Получается, две птицы одна перед другой. Мотив на мировом древе, самая высокая точка солнца и так далее, расти птицы, ибо это точка летнего солнцестояния. И Данилайте сказал бы, а сейчас солнце поднялось на райскую высоту, на мировом древе, и птицы там запели. Вот это уже тут имеется. Ну и ладно, идем тогда бы назад, и еще посмотрим, остались у нас два знака. Это олень, да, вот он. С олененком очень интересный, страннейший рисунок, ибо там еще являются два солнца, и точка посередине непонятной новозначения. Дополнительные исследования нужны. Что это еще там, что-то более. Теперь мы смотрим на небо еще, давай посмотрим. Вот этот олень, он очень трудно его увидеть. Он под горизонтом, ибо эклиптика тогда идет очень низко, и олененка никогда не видна, а олень виден. Олененок фантазии. Вот рога оленя, это вот эта часть скорпиона, вот где рога, где вот такой. Ну, проецируем давай оленя сюда. Вот примерно в этом месте, да. И у нас в фольклоре имеются такие вот данные. Скажем, говорят, мать говорит, дочке, дети, смотрите через окно. И когда увидите белого-белого оленя из леса выходящего, это тогда будет Рождество. Ибо этот олень пал с неба, значит, когда он падал с неба на землю, он обмылся там росой, и он белые рога, белый сам белый, прилетает. Вот. Если бы развивали бы этот сюжет, он бы пошел бы к Санта-Клаусу на оленях, приезжающим к детям и так далее, и так далее. Это, в общем, это уже древний знак. И последнее. 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 Ну, тут это. Последнее. Это будет водолей. Как мне возвратиться? Что мы возвращаемся? Водолей, конь, да. Водолей или конь. Вот он, последний знак. Из четырех этих кардинальных знаков, которые были изменены, просто скачет конь. Ну, на небе интереснейший случай. Ничего не делаем. Имеем аквариус, вы видите, и одну из рыбок. Видите? Ну, уже видите, наверное, коня. Не нужно мне его рисовать. Это не я нарисовал. Это так рисуется это сейчас. И вот одна рыба, рыба правая, это голова. Аквариус делает фигуру лошади, тело лошади. Ну, спроецирует для интереса, значит, просто так. Вот. Она здесь. И тут же положение этого созвездия объясняет, почему хрестят кобылы у нас 25 января, обряд крещения. Греймас описал кобыленка, который только что уродился на небе, его крещат и так далее делают. Вот эти все положения этих групп созвездий соответствуют делам на земле. И самое главное, не в наглядном серб, а там птица мифологическая, не на хозяйственном, народном, примитивном, на мифологическом, мировоззренческом уровне. Спасибо за внимание. Времени нет. Так что, коротко, было бы столь. Продолжение следует...